Кто находится на трибунах, ну, по условиям зрителей на трибунах, к сожалению, из-за ограничений не допускаются, ковидных ограничений, но, естественно, участники соревнований, а их уже говорили несколько раз об этом, рекордное количество больше тысячи, конечно же, во время пауз с удовольствием отправляются на трибуны, и здесь уже и одноклубников поддерживают, ну, а таких людей, как Сергей Григорьев или, вот, например, Борис Шилов, который плывет в этом заплыве, конечно, поддерживают все и восхищаются просто их спортивным долголетием. Борис Шилов, шестая дорожка, представитель клуба «Цунами». Ну, вот, кстати говоря, Борис Шилов как раз может потягаться, ну, опять же, заочно с Игорем Бровиным за рекорд в этой возрастной группе. 85 плюс 3.32.35. Рекорд России у Бориса Шилова в заявке 3.24 ровно. Это существенно быстрее, чем существующий рекорд, но, опять же, понимаем, что эти цифры нужно еще подтвердить на дорожке. Кроме того, в этом заплыве участвуют Сергей Серебренников, клуб «Косатка», Валерий Грачев, «Кузмастерс», Николай Канаев, «Фитнес-хаус», Таир Иткулов, третья дорожка «Волга», Владимир Нефедов на 800-метровке вольным стилем, представитель клуба «Невские звезды», был вторым в категории 70 плюс. Дмитрий Федонин, пятая дорожка клуб «Идель», Борис Шилов, о котором я уже упомянул, шестая дорожка, Владимир Помогаев, седьмая дорожка «Темпмастерс», Юрий Смирнов, восьмая дорожка «МКМП» и Валерий Белков, девятая дорожка, категория 75 плюс, тоже серебряная награда на самой длинной дистанции в программе чемпионата России на 800-метровке вольном стиле. Мы сейчас наблюдаем за лидерами. Четвертая и пятая дорожка Владимир Нефедов, Дмитрий Федонин. Но хотелось бы узнать, как там дела у Бориса Шилова. Это шестая дорожка. Вот он сейчас приближается к развороту и будет уходить на финишную прямую. Смотрим на секундомер. 2.57. Очень сложно будет, конечно, справиться с заявленным временем. А это финиш. И побеждает Владимир Нефедов с результатом 3.07.96. Это категория 70 плюс. Ждем, ждем финиш Бориса Шилова. Юрий Смирнов 3.47.98. А результат Бориса Шилова 3.52.39. Ну, прямо скажем, цифры расходятся с заявленным временем. Серьезно расходятся почти на полминуты. Ну, что-то, видимо, пошло не по плану. Продолжение следует...